Анатолий Шарий с нами на прямой связи, лидер политической партии Анатолий Шария, теперь еще и подозреваемый по самой страшной статье любого уголовного кодекса любой страны. Постоянный гость российских пропагандистских каналов, манипулятор, любитель русского мира Анатолий Шарий. В день полномасштабного вторжения российских войск так называемый блогер откровенно высмеивал украинские вооруженные силы. ЗСУ, ЗСУ Украины сообщают, что заняли и удерживают оборонные позиции, отражают воздушное нападение, ситуация контролируемая. В Багдаде все спокойно выполнили, да? Они отражают воздушные налеты. Я не знаю вообще за такое, судят вообще за вот такого рода дезинформацию. Из Украины Шарий выехал еще до начала революции достоинства в 2012 году. Правоохранители объявили его в розыск сначала по подозрению в стрельбе из травматического оружия, а потом в инсценировке покушения на собственную жизнь. Он добился статуса беженца, жил в Литве и Нидерландах, затем осел в Испании. На вилле стоимостью 1 миллион евро. Я скрываюсь от поклонников, потому что если ты озвучишь просто, где я нахожусь, ты можешь себе представить, что начнется? Сколько этих людей, которые мечтают запечатлеть себя вместе со мной. Ну ладно, ты троллишь сейчас. Не, серьезно говорю? Серьезно. Конечно. Однако очевидно, что скрывался Шарий не от поклонников. Украинские активисты таки пришли к двери виллы Шария после начала полномасштабного вторжения. Причем вовсе не для того, чтобы запечатлеться с ним на селфи, а с вопросом, зачем горе-блогер способствовал сепаратистским настроениям в Украине. Чего приперсят? А ну ребенку домой. За годы работы на российскую пропаганду против Шария и его партии в Украине возбуждено несколько уголовных дел. Последнее из них в 2021-м. И несмотря на гражданство Евросоюза, задержать подозреваемого наконец удалось силами испанских и украинских правоохранителей. Это задержание очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно понесет заслуженное наказание. И это неотвратимо. Напомним, что украинская спецслужба подозревает Анатолия Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины. Это статья 111 «Государственная измена», а также статья 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Если вина Анатолия Шария будет доказана, он может провести за решеткой 15 лет. Однако до рассмотрения дела в украинском суде должно пройти еще несколько юридических этапов в самой Испании. Суд в Испании должен избрать ему меру пресечения. Затем наш офис генерального прокурора должен обратиться с ходатайством об экстрадиции Шария в Украину. То есть здесь еще должны пройти две эти юридические процедуры. С момента оглашения Шарию подозрения в государственной измене прошел уже год, и только теперь его задержали, поэтому это может затянуться. И также мы должны учитывать судебную систему Испании. Суды Испании – все зависит от них, насколько быстро они примут такое решение. Потенциальное прекращение деятельности Шария – одна из украинских побед в информационной войне, убеждают специалисты. А еще сигнал для российской стороны – последующие попытки создать сеть коллаборантов в Украине уже не увенчаются успехом. Он одновременно формировал общественное мнение не только в Украине, но и определенные общественные настроения, общественное мнение в Российской Федерации. А последствия этого общественного мнения мы видели в Буче. То есть это также результат этой дегуманизации Украины, дискредитации Украины и украинцев, нагнетания этой ненависти, разжигания национальной розни. Это другим наука о том, что нельзя совершенно безнаказанно наживать себе состояние, осуществляя совершенно преступную, деструктивную деятельность, которая в перспективе будет стоить обществу тысяч жертв, в том числе абсолютно невинных людей. В Службе безопасности Украины еще в 2021 году, когда Шарию только объявили подозрение в госизмене, заявили о достаточной доказательной базе. По словам правоохранителей, пророссийские источники финансирования самого Шария и его одноименной партии раскрыты. Лариса Зубенко специально для информационного марафона Freedom на телеканале UA.